Сергей Лещенко присоединяется к нам в советник главы Офиса президента Украины. Сергей, приветствуем. Приветствую вас. Сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил об обмене, очередном обмене. Он совпал с пасхальным праздником. Понятно, что обмен это такой процесс, такая процедура, которая, во-первых, мало кто посвящен в это. Во-вторых, вообще тишину любят такие процессы. Но, тем не менее, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний обмен и особенно вот эта чистота обмена в последнюю неделю, да, она началась с обмена. И вот сегодня второй обмен. Стоит ли нам ждать в ближайшее время еще таких радостных новостей, возвращения украинских воинов на родину? Я вам скажу честно, этот вопрос настолько деликатный, настолько в фокусе внимания спецслужб, в фокусе внимания главного управления разведки, что каждое событие этого обмена – это маленькая победа, маленькое достижение и при этом большая сложность реализовать. Соответственно, когда эти обмены происходят, это праздник. А когда следующий праздник будет, знают только люди, которые глубоко в процессе. Потому что, по сути, это диалог с врагом, который касается жизни украинских граждан, которые героически защищают Украину и которых враг совершенно не хочет нам отдавать. Но когда это происходит, радость с каждым сердцем, с каждого украинца. Поэтому комментировать я это не смогу. И, откровенно говоря, люди, которые посвящены в процессе обмена, они особо распространяются об этом до тех пор, пока факты эти не случатся, пока украинцы не вернутся домой. Но вы правы в том, что это не последний обмен, это однозначно. Скоро будут еще хорошие новости. Из таких важных заявлений, которые сейчас действительно могут быть в рамках исторического момента, сейчас мы понимаем, что европейские страны и Брюссель пытаются всячески подвести законодательство Европейского Союза для того, чтобы как можно быстро решить вопрос конфискации активов. Президент Владимир Зеленский призвал конфисковать именно замороженные активы России в пользу Украины. Назвал сумму 14 миллиардов 100 миллионов долларов на скорейшее восстановление Украины. Как вы думаете, насколько действительно сейчас эти слова в рамках тех событий, которые происходят и в юридической плоскости, могут ускорить этот процесс? И сколько времени на это может понадобиться? На каком он этапе вообще? Я объясню, в чем сложность. Она в том, что это беспрецедентное событие. То есть, если бы уже такой опыт имел Еврокомиссия, международные структуры, правительство этих стран, было бы намного легче. Но все, что происходит, это беспрецедентно. Это война впервые такого масштаба за 80 лет в Европе. И, соответственно, 80 лет Европа строила мирный дом. И она разрабатывала правила мирного сосуществования, взаимоотношения, взаимоуважения, экономического развития, снятия границ, введение новой валюты общей для всей Европы. И Европа не занималась такими вопросами, которыми сейчас вынуждены заниматься. Например, конфискация активов государства-террориста. И поэтому отсутствие такой базы юридической, законодательной на уровне Евросоюза, она усложняет то, что мы, как государство и Офис президента, во главе с Андреем Ермаком, как сопредседателем группы по международным санкциям, каждый день посвящен это внимание, посвящает тому, чтобы группа по санкциям, в том числе, добилась конфискации этих активов и использования этих денег для восстановления Украины. И тот же Майкл Макфол, второй сопредседатель этой группы по санкциям, например, в Мюнхене в феврале на конференции по безопасности, тоже отвечая на упреки или недовольства некоторых американцев, они говорили, зачем мы, американцы, должны платить деньги из наших налоговых поступлений для финансирования Украины, он предлагал. Хорошо, давайте не будем платить наши бюджетные деньги, давайте возьмем деньги России, деньги российского Центробанка или российских крупнейших олигархических корпораций и пустим их на поддержание Украины. Ну, скажите, ну, даже, допустим, частные деньги олигархов, это нам более сложно, это частная собственность, но государство-террорист, террорист, давайте их активы использовать для восстановления Украины. Тогда мы, американцы, из своего кармана ничего платить не будем. То есть, такая точка зрения, она, во-первых, популярна, во-вторых, ее активно подвигают наши друзья, и, в-третьих, я убежден, рано или поздно будет найден, если не стопроцентное решение, но компромисс в нашу пользу, вот так я бы сказал. То есть, движение в этом направлении ведется Украиной каждый день, и это будет логично, если государство-террорист будет, в конце концов, оплачивать победу Украины, а затем восстановление Украины. И именно так выходили из мировых войн, скажем, победившие демократии, когда государство, проигравшее, авторитарное или диктатура, оно меняло свои правила, менялось внутри, но при этом оплачивало как агрессор за все зло, которое оно причинило из своих карманов. Сергей, мы еще одну тему успеем обсудить. Президент Украины посвятил этому отдельное обращение. Я имею в виду шокирующие кадры бесчеловечного, ужасного. Не знаю, слов нет для того, чтобы описать этой казни украинского воина. Это тоже акт терроризма и акт небывалой жестокости, не первый акт, который зафиксирован. Сергей, насколько важно нам сейчас не просто быть потрясенными этим, а действительно расследовать это, чтобы досконально знать, кто эти убийцы, и где, и когда они это сделали. Потому что вот все-таки такие шокирующие кадры приходят, мы находимся в ступоре, потом следующие, так, чтобы это не забылось. Я вам скажу, государство Украина в лице наших правоохранительных органов, прокурора и СБУ с первых минут после публикации расследование начало, и вы видели уже заявление судов нашей спецслужбы о том, что они предположительно обладают информацией, где было это совершено и кем было совершено. Следствие ведется, и оно обязательно закончится результатом. Вот вопрос, что будет дальше, я думаю, это многие украинцы чувствуют сейчас. Когда мы видим фильм, например, Мюнхен, это фильм о том, как во время Олимпиады были убиты израильские спортсмены, арабскими террористами. И затем израильские спецслужбы воздали должное, возмездие было осуществлено, и те террористы, которые убили израильских спортсменов, они тоже были или схвачены, или убиты. И вот я думаю, многие украинцы в этот момент вспомнили фильм Мюнхена, вспомнили то, как израильские спецслужбы не простили, не забыли, и эти акты возмездия совершили. Вот убежден, что Украина будет идти по такому пути. Каким образом это будет осуществлено, оставим это специалистам. Во-первых, правоохранительным органам, во-вторых, спецслужбам. Но те, кто подняли руку на обезоруженного военнопленного и таким образом надругались, отрезанному голову, вы абсолютно правы. Это не просто убийцы, убийства твоего врага на фронте. Это именно акт терроризма, потому что в основе этого лежит запугивание, то есть террор намного более широких слоев общества, населения, чтобы они боялись, и они, например, не шли на войну, не воевали против России, чтобы боялись воевать, чтобы украинцев боевой дух подорвать. Это лежит в основе таких актов. Поэтому за это будет возмездие. Но то, что государство-террорист Россия, это то, чем является еще одним из фокусов для Андрея Ермака и санкционной группы Ермака Макфола, добиться такого статуса не только среди европейских стран, которые постепенно принимают решения парламента, есть в эту пользу, например, среди стран Балтии. Но чтобы это было принято на уровне США, это привело бы уже к необратимым последствиям, в том числе для российских активов, финансовых средств на мировых рынках, в ценных бумагах и так дальше. То есть это просто заблокирует функцию. Функционирование России как государства на этом может просто прекратиться. Поэтому основные усилия сделаны в этом направлении. Но это очень сложно, потому что такого уровня прецедентов не было. Тот же Майкл Макфола, я опять его цитирую, он говорил в Минфине, что почему мы признаем Кубу государством спонсором терроризма. Потому что Куба уже очень многие годы или десятилетия никаких особо актов террора не осуществляла. Но при этом мы не признаем Россию, которая откровенно совершает террор последние 10 лет. То есть Куба для нас спонсор терроризма для американцев, а Россия нет. Это абсурд. Как минимум нужно России в этот клуб ввести спонсоров терроризма. Это один из примеров двойных стандартов и такой непоследовательной политики, в том числе наших партнеров, до активной работы по приданию статуса спонсора терроризма или государства террориста в отношении России, она ведется. И я очень надеюсь, что она завершится с успехом. Это приведет в том числе и для утраты России финансовых средств и использования средств для Украины. Мы с очередь будем стараться, чтобы эта тема не переставала быть актуальной ежедневно, чтобы привлекать к этому внимание. Спасибо вам за комментарии. Напомню, что Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента Украины, был нашим гостем. Продолжение следует...